Саха-Якутия Вы работали помощником первого президента Михаила Ефимовича Николаева, затем возглавили первую администрацию президента. Расскажите, пожалуйста, об этом историческом событии, о вашей роли. Вы правы. Именно сегодня, 4 апреля, исполняется 25 лет со дня принятия новой Конституции Республики Саха-Якутия, которое было принято Верховным Советом 12-го созыва и председателем был Климент Игоревич Иванов. Но, безусловно, вся эта работа по принятию новой Конституции зарождалась с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Республики 27 сентября 1990 года, когда председателем Верховного Совета был Михаил Ефимович Николаев. Я в тот момент был как раз его помощником в Верховном Совете. И это были такие очень времена, когда мы действительно чувствовали, что дует ветер перемен. Зарождается. Да. И мы, в первую очередь, должны думать о Республике. И, второе, мы, конечно же, должны сохранить единство с Российской Федерацией. И здесь, пометуя об этом, я хотел бы упомянуть не только роль нашей Декларации, которая была в основе своей принята в поддержку Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой Верховным Советом РСФСР во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. И хочу отметить, что в развитии нашей Декларации мы проводили большую работу именно по реализации принципа федерализма. Вот в свое время СССР – это некая такая матрешечная система у нас была, да? Вот большая Конституция СССР, принятая в 1977 году, потом Конституция РСФСР в 1978 года, и внутри нее Конституция Якутская СССР тоже в 1978 года. Во-вторых, конечно, ситуация была такая, что мы уходили от плановой системы в рыночную экономику, и, безусловно, нужно было делать все возможное для того, чтобы обеспечить финансовую основу для развития новой государственности. И в этом смысле я хотел бы подчеркнуть особое значение федеративного договора, который был подписан 31 марта 1992 года. И на самом деле этот документ, он государствообразующий. И подписывая данный федеративный договор в основе своей инициированной, в том числе, республикой Саха-Якутия, необходимость данного документа была очевидна, чтобы не было распада России. Во-вторых, конечно же, именно в этот день единственная из всех субъектов республики Саха-Якутия подписала соглашение с правительством РФ по экономическим вопросам. Я вообще не могу представить другого, более важного документа, который был в истории новой государственности нашей республики, потому что данное соглашение, оно создавало экономические основы. Мы там прописали процентное соотношение того, сколько мы должны брать с алмазов, с золота и так далее. И, конечно же, это был момент того, что после заключения федеративного договора, как раз 4 апреля, Верховный Совет принял в Конституции Республики основной закон. И он был принят в непростой обстановке. Были и те люди, которые не были согласны с теми или иными трактовками, или положениями основного закона. Но, тем не менее, я благодарен тому составу, который состоял из 165 депутатов, за принятие этого очень ответственного решения. Я помню, даже были студенческие модификации, которые требовали безусловного и скорейшего принятия новой Конституции. Я, когда был руководителем администрации, я помню, выходил на ступени Дома правительства номер один, и объяснял студентам, с чем связана задержка, какие мы решаем вопросы. Ну и после принятия этой Конституции, конечно же, была такая вот народная эйфория. Народ действительно приветствовал это решение Верховного Совета 12-го созыва. А введение в действие состоялось 27 апреля. Ну, был некий такой отрыв от 4 апреля до 27 апреля. Это было связано с тем, что 27 апреля 1992 года было как раз 70-летие со дня основания Якутской Республики. Такая вот ответственная дата и такой порыв и гражданской ответственности, и чувство патриотизма. Поэтому, вне всякого сомнения, это был такой день, очень важный для нашей Республики. Говоря о значении Конституции и основного закона, я хотел бы сказать, прежде всего, то, что в данной Конституции определены все высшие органы государственной власти. Благодаря нашей Конституции у нас существуют всенародно избранные глава Республики Саха-Якутия, всенародно избранный парламент Республики Саха-Якутия и Конституционный суд. То есть мы видим триумвират власти в лице законодательной, исполнительной и судебной власти. И здесь, конечно же, наличествует принцип зешек и противовесов. У нас не должно быть преобладания какой-либо ветви власти. Поэтому вот это равновесие, оно действительно реализуется. И сегодня мы видим, что основные конституционные положения, они реализуются на деле. И главным гарантом Конституции являются всенародно избранные глава Республики. Александр Николаевич, в этом году исполняется также 25 лет Конституционному суду. Республики Саха-Якутия. Как вы собираетесь отметить это событие? Ну, поскольку я говорил о триумвирате власти, вот создание Конституционного суда Республики, это тоже достаточно смелый и передовой шаг, потому что Конституционный суд Республики был создан одним из первых среди субъектов Российской Федерации. И я помню, что формирование Конституционного суда, оно началось на самом деле в мае 92-го года, но завершилось в октябре, поскольку тогда Верховный Совет избрал пятого судью, и уже легитимный состав сформировался, и 17 октября считается днем рождения Конституционного суда. Безусловно, за эти годы Конституционный суд, я в большинстве своем хотел бы отметить тот период, когда председателем Конституционного суда был всеми нами уважаемый Дмитрий Николаевич Миронов, человек, крупнейший специалист в области Конституционного права. И вот этот судебный орган на самом деле оставил большое правовое и интеллектуальное наследие, которое нынешнему составу Конституционного суда необходимо продолжать, развивать. И я бы хотел отметить, что у нас по Конституции Республики было 7 судей. И когда я стал председателем, я поставил перед главой Республики вопрос о сокращении численного состава, потому что 7 – это самое большое по количеству среди других Конституционных уставных судов, и мы решили, что 5 – это будет как раз и достаточно для того, чтобы работать ритмично. И на самом деле по представлению главы Республики парламент внес изменения, дополнения в Конституцию, и на сегодняшний день Конституционный суд состоит из 5 судей. Это вот мой заместитель Бацов Юрий Николаевич, заместитель председателя, и судей Конституционного суда – это Кононов Гаврилович, Винокуров Егор Михайлович и Николаев Игорь Игнатьевич. Это те люди, которые обладают огромным опытом работы в правоохранительной системе, в том числе в судах общей юрисдикции. Поэтому я хотел бы сказать всем гражданам, которые проживают в Республике Саха-Якутия, вы можете использовать этот механизм. В первую очередь я хотел бы обратиться к органам местного самоправления, что они тоже имеют право обращаться в Конституционный суд в том случае, когда их права в чем-то ущемлены определенными решениями законодательного или исполнительного органа власти Республики на предмет того, что они не соответствуют основному закону. То есть такой механизм наличит. Второе, конечно же, Конституция гарантирует, чтобы органы местного самоправления в лице их представительных органов могли выходить законодательной инициативой в адрес нашего государств собрания Илтумен. То есть сегодня мы реально видим, что есть триумвират власти, и они должны стабильно работать. Во-вторых, я хотел бы подчеркнуть, что у нас в Республике существует реальный диалог между обществом и властью. Даже в качестве примера могу привести, что у нас каждый год проводятся различные форумы общественности, у нас наличит общественная палата, и даже более того, у нас единственный, наверное, субъект Российской Федерации, где есть общественный центр, где размещены все наши ведущие общественные организации в одном месте, и они действительно выступают со своими инициативами, и это помогает власти. Во-вторых, конечно, в основе своих конституционных положений я хотел бы отметить то, что деятельность власти, она прозрачна. Вот в Республике есть хороший опыт, когда правительство Республики отчитывается перед населением, включая все отдаленные населенные пункты, и эта форма, она на самом деле закрепилась, и мне бы хотелось, чтобы такая форма работы была применена и на федеральном уровне. В одно время, когда президентом был Дмитрий Анатольевич, он об этом заявлял, но, к сожалению, оно еще не реализовано в жизни. Если бы представители правительства федерального приезжали в субъекты, они видели, как они развиваются, какие постановочные вопросы наличитуют. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы говорим о федеративном договоре, это было основой для того, чтобы в Конституции Российской Федерации было закреплено, что у нас демократическое, правовое и федеративное государство. А федерация – это все-таки дорога с двусторонним движением, когда мы слышим обе стороны. И то, что предлагает субъект Российской Федерации, и то, что со стороны федеральных органов. И для этого у нас существуют специальные статьи Конституции Российской Федерации, 71-я, 72-я, 73-я, где мы знаем, что должна быть реализация, и мы знаем, что должна быть реализация разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Потому что любое полномочие, оно должно быть финансово подкреплено. Нельзя просто так отдавать полномочия, ведь органы государственной власти в субъектах Российской Федерации для реализации своих полномочий должны иметь соответствующую финансовую базу. Ну, во-вторых, конечно же, самостоятельность органов местного самоправления предполагает их активность. И с этой точки зрения я приветствую, что недавно у нас прошел первый съезд представительных органов муниципальных образований республики, где депутаты, народные избранники говорили о том, насколько эффективно они могут работать. И такая форма работы – это тоже часть реализации тех положений, которые отражены в Конституции. То есть, о чем бы мы с вами ни говорили, мы всегда вернемся к основному закону. Ну и третье правило, конечно же, заключается в том, что мы должны читать нашу Конституцию не один раз, а каждый раз. Почему? Потому что мы на нее будем смотреть новыми глазами с высоты прожитых лет или приобретенного опыта. Ну и, конечно же, Конституция Республики, равно как и Конституция Российской Федерации, должна быть для нас настольной книгой. Вот почему в Конституционном суде Республики мы, суди, решили, что мы должны заниматься не только Конституционным судопроизводством, принимая какие-либо постановления, давая толкование тем или иным Конституционным положениям, но и Конституционным просвещением гражданам. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким Кемен. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.